Привет, с вами Велсаком. В далёком уже 2009 году компания PopCap Games представила Plants vs. Zombies, игру в жанре Tower Defense, отлично встреченную критиками, обласканную целевой аудиторией, людьми, которые хотели пару-тройку часов провести за непринуждённым пальцетыканьем. Игра сочетала в себе мимимичность и какую-никакую, но всё-таки стратегически-тактическую составляющую. В итоге разрослась как сорняк по огромному количеству платформ, и в 2013-м PopCap Games уже как часть жадного монстра Electronic Arts представляет Plants vs. Zombies 2, основной идеей которого станет путешествие во времени. Ну что ж, давайте посмотрим, полетели! Скидки всем подписчикам от партнёра и магазина applejesus.ru Как одну из главных положительных черт Plants vs. Zombies можно отметить простоту освоения. Если вы хоть раз в жизни играли в игру жанра Tower Defense, а, наверное, нету ни одного современного человека, кто держит в руках iPhone, iPad, либо любое другое мобильное устройство и не знаком с этим жанром, то очень быстро поймёте, что происходит. Игра отличается логичностью, хоть как бы смешно это ни звучало, но тем не менее, происходящего. И вы реально можете обнаружить, что сев поиграть просто туториал, 5 минут, очнётесь через 3 часа, уже уйдя очень далеко. Это хорошо, и именно этим играет, цепляет, хотя лично мне, как человеку, который больше любит, наверное, серьёзные проекты, подобные таймкиллеры не пришей кобыли хвосту, честно вам скажу. Я небольшой фанат. Здесь, во второй части, вы проходите буквально пару-тройку дней. Это у нас некий туториал, где вы реально обучаетесь тому, как играть, и практически сразу с помощью куд-безумного Davos, ну понятно, что кастрюли на голове, отправляетесь путешествовать во времени. И когда первый раз видите, у вас такое... Но потом вы понимаете, что это игра, где растения бьются с зомби, и, в общем-то, всё нормально. Ребята из PopCap Games пошли по пути тех же щей, да, побольше лей, но, честно сказать, я не представляю, каким ещё можно извращённым способом разнообразить игровой процесс в игре Plants vs Zombies. В данном случае нас отправляют сначала в Древний Египет, потом к пиратам, потом вообще к чёрти куда, но в целом всё, что вы любите, всё, что вам нравилось в первой части, здесь сохранили. Единственное, что, конечно, сильно подтянули графику, анимацию, поэтому показателю игра просто на три... не знаю, можно сказать, головы выше. Да, наверное, можно. Огромная карта, вас постоянно развлекают новыми растениями, новыми зомби, новыми какими-то мини-играми. Единственный минус, который сразу же многие отметили, действительно единственный, это просто колоссальный донат. Игра, само собой, бесплатная, пойдёт на всех современных iOS-устройствах и весит не так много, но здесь платить предлагается вообще за всё, покупать новые растения, пауэрапы, какие-то новые возможности. Но, знаете, я не знаю, как там дальше, возможно, что в какой-то момент случится клин и без доната вы не пройдёте, но поиграв там несколько часов, я вообще особой необходимости в оплате вот этих вот монеток замечательных не ощутил. То есть, мне кажется, что несмотря на то, что в 2011 году PopCap Games, как я и сказал, была куплена Electronic Arts, к счастью, история с Real Racing не повторяется. Здесь из вас с жилами никто не тянет денежку, и вы можете совершенно спокойно играть в своё удовольствие. В каждой локации огромное количество дней, которые вам придётся пройти, и, в общем-то, вы будете заниматься постоянно какими-то весёлыми вещами, мини-игры, которые, опять же, развлекают игрока. Ну, в общем, это, знаете, PopCap Games, это не просто так. Они съели, не знаю что, картошку на, в общем, этом поле, и они делают красиво, качественно и здорово. Мне, среди минусов, я бы назвал просто само наличие этой игры в App Store, просто потому что я считаю, подобные вещи убивают нормальный игровой рынок. Все хотят сделать клона Plants vs. Zombies, Angry Birds, Cut the Rope и прочее, прочее, прочее. Хочется нормальных, серьёзных игр, и большая радость для меня, то, что в App Store уже доступен Deus Ex The Fall, пошёл играть, а для вас замечательные Plants vs. Zombies, ну, в общем, думайте сами. Игра бесплатна, скачать, попробовать вполне себе можно. А с вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, и пока. Хотя давайте так, если вы с моей точки зрения согласны, ставьте лайки, а если вы считаете, что таких игр должно быть больше, они классные, и это вообще Клондайк App Store, ставьте дислайки, как не согласны с моей точкой зрения. Погнали!